Сейчас мы посмотрим страшное видео про всех монстров. Ну а чтобы монстры не пришли к тебе домой, прямо сейчас поставь лайк и нажми на кнопку подписаться, ведь только это тебя спасёт. Поэтому быстрее давай нажимай, 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 нажимай. Ну а мы переходим к страшным видосам. Итак, ребята, первое видео начинается, и это у нас Майнкрафт в реальной жизни. Смотрите, это настоящие зомби. И они нас напали, ё-моё! Осторожненько, отбиваемся! Нет! Они нас повалили на землю! Чёрт возьми! Ребята, ставьте лайк, если не хотите, чтобы эти зомби пришли к вам домой. Мне кажется, ребята, вам с ними не справиться. Так, это у нас бродячий торговец. Мы меняем наши изумруды на какие-то суперспособности мстителей. Как они нам вообще помогут? Осторожно, там крипер! Он сейчас взорвётся! Нет! Всё, минус бродячий торговец. Мы его все помнили, он был очень хорошим чувачком. Нет, это зомби, они атакуют лам! Ё-моё! Так, всё, берём эти суперспособности мстителей, и начинаем, ребята, наводить суету в этом мире. Так, всё, переносим их в наш инвентарь. Отлично! Ооо, у нас появились перчатки железного человека! Всё, всем трындец! На, получай зомби! Так, окей. Это вроде работает. Так, теперь у нас эндермены. Всё, мы их испепелили. Всё, ребят, вроде бы мы пока справляемся с этими монстрами, но ещё очень их много! Смотрите, это Гаст! Так, у нас есть щит Капитана Америки, и мы отражаем все его удары. Ребят, а вы бы какую хотели иметь суперспособность? Напишите в комментариях, и тогда она у вас появится. Вот я бы хотел, ребят, телепортироваться в любую точку мира, чтобы посмотреть каждый уголок нашей планеты. Так, теперь у нас есть перчатки и руки Халка. Воу, мы снесли ему голову! Так, окей. Кто у нас там идёт следующий? Теперь у нас, ребята, молот Тора. Так, всё, побежали, побежали. Нифига себе! Так, заряжаем наш молот молнией, и наносим сокрушительный удар. Отлично, ребята, все мобы повержены. И остаётся, ребят, финальный босс. Это Эндер. Дракон, ребята, самый сильный монстр из Майнкрафта. Так, окей, воу. Его, ребята, не берут. Наши выстрелы. Ему вообще, ребят, он ничего не чувствует. Так, попробуем молотом Тора. Нет! Он не может, ребят, погибнуть. Смотрите, он реально очень силён. Так, вот наши ламочки. Он приземлился на тазик с водой, серьёзно? Так, снимаем кроссовки, они промокли. Всё, смотрите, ламы атакуют Эндер Дракона. В смысле? Серьёзно? Ну-ка, давайте, напрягите свои булки. И давайте победим этого Эндер Дракона. Ну-ка, ну-ка, давайте быстрее, быстрее, быстрее. Ещё больше и больше урона наносим ему. Воу, ещё немножко. И он будет повержен. Всё, мы победили Эндер Дракона. Ребят, а кто полностью проходил Майнкрафт? Вот, ребят, вы за сколько его проходили? Вот я ни разу не проходил, поэтому не знаю. Ребят, напишите, мне будет очень интересно почитать. Так, всё, ребята, мы победили. И ламы остались в живых. Конечно, ребят, жалко бродячего торговца. Ну, что ж поделать, ребята? Так, подпишись, если ты хочешь накормить этих лам. Подпишитесь, ребята. А это кто такой? Смотрите, ребята, какая-то детская комната. И там уходит какой-то монстр. Какая-то ящерица. Воу, смотрите, ребят, на тень. Это реально какой-то большой ящер. Блин, малыш! Быстрее беги! В твоей комнате находится монстр. И он, мне кажется, тебя сейчас съест. Так, осторожненько. Кто это может быть вообще? О, смотрите, ребята, это же Годзилла. В реальной жизни, только она маленького размера. Как она вообще попала в комнату этого малыша? Ё-моё, малыш, беги быстрее! А кто его сейчас снимает? Прикиньте, если просто отец сейчас всё записывает на видео. Ему вообще пофиг на то, что Годзилла хочет съесть его ребёнка. Так, ладненько. Малыш пока пробует отбиваться. Нееет! Ё-моё, не трогай малыша! Давай, малыш, ну-ка кидай в него этими носками. Ну-ка давай, покажи ему, где раки зимуют. Воу, вот так ты ему прям по щам! Хе-хе-хе. Так, всё, теперь давай берем его на удушающий. Всё, на прогиб. Воу, смотрите, ребята, что происходит с Годзиллой. Она заряжается молниями. Так, быстрее бери книжку для щита. Всё, мы отражаем все удары этой Годзиллы. Воу, нифига себе! Она реально выглядит очень реалистично. Так, малыш спрятался. Годзилла пока его не замечает. Ребята, ставьте лайк, если хотите, чтобы Годзилла стала вашим другом и защищала вас от всех врагов. Нифига себе! Так, окей. Малыш спрятался за какой-то диванчик, за корзину. Годзилла пока пытается его найти. Но пока, ребята, у неё это не выходит. Окей. Малыш что-то взял. Он кинул приманку, чтобы отвлечь Годзиллу. Так, всё. Годзилла купилась на эту приманку и подходит к ней. А в это время малыш... Малыш, нифига себе, он сильный. Роняет шкафчик прямо на Годзиллу. Всё, Годзилла, ребята, побеждена. Так, ребят, я слышу звук сирены. Неужели это сиреноголовый? Ну-ка, давайте посмотрим. Так, девушка идёт проверять, откуда доносится этот звук. Воу, да, ребят, смотрите. В этой коляске лежит маленький сиреноголовый. Малыш! Ё-моё, что он тут делает? Так, сейчас девушка его увидит. Воу, это реально прям малыш сиреноголовый. Нет, куда ты идёшь? Она, ребят, не хочет его взять. Ребят, а если бы вы нашли сиреноголового, вы бы его приутили? Или бы бросили? Напишите в комментариях, мне будет очень интересно выслушать ваше мнение. Так, окей, девушка решила вернуться. Блин, ну не обращай внимания на его внешность. Он такой же малыш. Его надо приучить. О, ребят, смотрите. Её сын стал сиреноголовым. Это очень мило. Он прям в памперсе ходит по её дому. Так, всё. Они вышли на прогулку. Так, где он? Вот он, малыш наш. Он уже немножко подрос. Его все люди боятся. Ну, блин, ну это очень обидно. Нельзя судить существо человека по внешним характеристикам. Самое главное, что у тебя в душе. Возможно, он очень добрый. Всё, смотрите, ребят, у него даже есть своя отдельная комната. Это самый настоящий сиренхэд в реальной жизни. Блин, ребята, кайфуют от жизни. Это самое главное. Так, какая-то девочка. Окей. Сиреноголовому она понравилась. Окей. А, он захотел такой же бантик, чтобы у него был на голове. Ой, какой милашка стал. Смотрите на него. Смотрите, как... Прям реально красивым сразу стал. Так. Он пытается познакомиться с другими людьми. Но над ним смеются. Его не принимают? Ооо, нет. Ну не надо. Ну хорош. Подружитесь. Ну ты же даже с ним не пообщался. Не надо его сразу отклонять. Говорить гадости, не поговорив с ним. Не узнав его поближе. Так, всё. Беги быстрее. А то он сейчас тебя дубинкой ударит. Ё-моё. Мужик, ты что делаешь? Ты зачем за ним гонишься с дубинкой? Что он тебе плохого сделал? Такой, всё, сирена. Я не буду от тебя убегать. Сейчас я тебя оглушу своим звуком. Ты меня уже, чувак, достал. Хватит меня тут обижать. Ну и правильно сделал. Всё, беги быстрее. Ооо, ребята, это очень грустная какая-то история. Кстати, ребят, а кто смотрел ролик Влада А4 сиреноголовый в реальной жизни? Мне кажется, вышел реально очень интересный ролик. Обязательно посмотрите, ребята. Так. Окей. А малыш сирены пробежал в лес. Он от всех убежал, ребята. Он боится, что его мама его накажет. Что она обидится на него. Но это не так. Ребята, мама это самый ваш, ребят, преданный друг. Который всегда сможет вас поддержать в трудную для вас минуту. Поэтому всегда, ребят, за своими проблемами обращайтесь к своей маме. Так. Окей. Блин, ребят, реально очень грустное видео про монстров. Пять лет спустя. Так. Вот снова девушка. Нифига себе сиреноголовый вырос. Смотрите, какой он огромный стал. Офигеть. Так. Он хочет, ребята, съесть человека. Он отобрал у него велосипед. Так. Она не может этого допустить. Она должна его остановить. Такая, прекрати, что ты делаешь? Это безобидный чувак. Он ехал просто на велосипеде. Катался по этому лесу. Никого не хотел трогать. А ты, сиреноголовый, на него напал. Это неправильно. Нельзя так делать. Нужно ко всем относиться с добром. И дружелюбием. Все. Оставь этого человечка. И пойдем со мной. Так. Она ему показывает, ребята, что сиреноголовый творит страшные вещи. И что так поступать нельзя. О, окей. Сиреноголовый, ребята, что-то с ней спорит. Говорит, что это все из-за того, что меня все бросили. От меня все отвернулись. Никто меня не понимает. Но это не так. Пойдем со мной. Возвращаемся домой. Все. Пошли. Погнали со мной. Сиреноголовый. Блин. Ребят, я очень надеюсь, что они наконец-то все примут нашего сиреноголового. И будут к нему относиться с добром и пониманием. Так. Да его до сих пор боятся все соседи в доме. Ну так нельзя. Так. Ага. Девочка решила с ним поиграть в мячик. Ну-ка посмотрим. Окей. Это первый друг сиреноголового. Оу. Все. Отлично. Вот теперь, ребят, один из них. Он тоже играет с ребятами. С детьми. Это очень круто. Они играют в догонялки. Оу. Все. Все соседи вроде бы его приняли. Это очень круто, ребята. Ребят, а кто бы хотел иметь такого же друга сиреноголового? Напишите, ребят, в комментариях. Все. Все рады, ребят. История закончилась на очень позитивной ноте. Так. Оу. Ребята, это Cartoon Get в реальной жизни. Тот самый бездомный котенок, который стал монстром. Смотрите. Так. Она, короче, в одну из кружек положила печеньку. И ему нужно угадать, в коем она находится. Так. Он угадал. А во второй было еще больше печенька. Такая. Ты поступила неправильно. Хе-хе. Да, ребят. Сегодня у нас реально самые страшные SCP-монстры, снятые на камеру. Это кто такой? Это пояс Чучу-Чарльз, ребята. И сиреноголовый в одной анимации. В одном мультике. Офигеть. Мне очень, ребят, интересно, как они будут взаимодействовать. Так. От него чувак отстреливается. Окей. А вот и пояс Паук Чучу-Чарльз. Ребят, он уже близко. Нифига он стрёмный. Так. Интересно. Что сейчас будет? Ооо. Смотрите. Сирена носит удар по нему. Нифига себе он сильный. Офигеть. Офигеть. Он его просто, ребят, с одним ударом просто в нокаут отправил. Офигеть. Ну как ответит паровозик Чучу-Чарльз? Ребят, а кто, по вашему мнению, самый страшный и самый сильный SCP-монстр на свете? Ребят, напишите в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Так. Окей. Ооо. Что с ним происходит? Его колбасит. Ооо. Что происходит? Хе-хе. Он сошёл с ума. Такой. Ну нафиг. Я не буду с ним связываться. Сиреноголовый решил просто убежать. Хе-хе. Так. Ладно. Ооо. Это у нас, ребят, Годзилла против Пэкмена в реальной жизни. Смотрите. Офигеть. А, так. А, Годзилла победила Пэкмена и защитила город. Окей. И что теперь намерно делать Годзилла? Я очень, ребят, надеюсь, что Годзилла не захочет уничтожить этот городок. Ведь людям не победить Годзиллу. Она реально очень сильная. Так. Окей. Годзилла, ребят, что-то задумала. Она, ребят, на что-то смотрит. Что она хочет сделать? Она достала какой-то пультик. Что это такое? Изменить размер. В смысле? Она может уменьшаться и увеличиться когда угодно? Серьезно? Нифига себе она. Офигеть. Так, ладно. Посмотрим, ребят, как она живет в человеческом мире. Обалдите, ребят. Я не знаю, что она так умеет делать. Так. Она приехала вроде бы к себе домой. Нифига. Она реально проживает в человеческой квартире. Так. Давайте посмотрим, ребят, как она живет. Так. Вот ее диванчик. Так, у нее там есть термос. Так. Ага. У нее даже есть смартфон. Вот такая вот, ребят, продвинутая ящерица. Хе-хе. Так. Она решила что-то приготовить. Какой-то супчик варит. Так. Окей. Блин. Смотрите, ребят, какая она милая. Может, у нее еще и дети есть? Так. Она что-то варит. Ух. Так. Какой-то тортик. Это торт для тебя. А с кем она живет? Может, возможно, она живет, ребята, с Кинг-Конгом. Хе-хе. Так. Она просто живет, как обычный человек. Реально. Смотрите. Она смотрит видосики про себя на Ютубе. Окей. Хе-хе. Это очень прикольно. Так. Она пошла, ребят, смотреть газету. В туалет. Хе-хе-хе. Серьезно. Окей. А что она там читает? А Годзилла спасла город. Короче, ребята, Годзилла везде. Годзилла очень популярная ящерица в этом городке. В этой вселенной. Это очень круто. Это реально, ребят. Сегодня реально очень бомбезные видосы и анимации с монстрами. Все. И теперь пора спать. Вот, ребят, обычный день Годзиллы. Ну, а сейчас, ребят, тыкайте на одно из этих видео, ведь они реально очень классные. Ну, а с вами был я, Кеша. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока.